так всем привет я сегодня с потрясающей гостей девушкой ольга и мастера 17 потока дела отлично как всегда редко бывает плохо но но бывает иногда все хорошо я рада что наконец-то мы смогли выйти с тобой в такой потрясающий прямой эфир сегодня будет очень интересная тема для всех мы поговорим про число сознания до знакомства и расскажем немножко про суцай как мы вошли в суцай и потом продолжим по числам сознания какие числа допустим ты замечала что тебя люди могут разрушать или приводить какие-то такие как бы выжатый лимон состоянии в депрессии вот так что сегодня будет очень интересная тема друзья так что смотрите все до конца я замечала ты у нас такое напомню людям число сознания миссия что все знали да ну я трешка то есть я родилась 12 числа я не совсем чистая трешка у меня подмешанные энергии 12 что дает о себе в общем-то знать в жизни как оказалось по факту после изучения науки мы многое в себе открыли интересного и то что не понимали у нас наконец до нас дошло как скажет жанат наконец начали хоть что-то понимать миссию меня 7 вот миссию меня 7 но как говорится у нас она включается у всех в 33 года ты знаешь у меня до сих пор еще этот вопрос лежит на поверхности потому что я не совсем поняла когда она у меня открылась то есть мне кажется что мне моя миссия дала больше времени находиться в большем состоянии трешки до какого-то долгого момента то есть миссию я ощущаю года два представляешь а мне уже в общем то сорок восемь лет то есть ну так странно надо еще вот жанатом поговорить а может быть вот может у тебя какая-то версия сейчас процессе разговор ведь интересно со ножем и в одном поле а когда люди в поле и занимаются одним делом энергии начинают друг на дружку работать стопроцентно ну вот у меня не здесь еще не включилась а мне 24 до год как бы так и объясняли нам что 24 начинает потихоньку включаться но потихоньку и прочувствуем вот у меня миссия 4 я 24 но я двойка не двойка как ты да не тройка я одиннадцатая число а вот у меня где-то между единицей двойкой то есть я это прочувствую хорошо на себя потому что решил меня очень окружение много двойки и я знаю что вот они как двойка там двадцатка принять решение не могут а я как одиннадцатая я могу очень быстро действовать не задумываясь да слава богу у меня есть стройка в моей матрице я могу анализировать про свои действия, но действия я могу принять очень быстро, то есть у меня идет все быстро и без сомнений. Насчет моей миссии я хочу сказать, что миссию я начала уже прочувствовать, если честно, потому что как четверка я могу, как наш учитель женат, человека немножечко опустить, а потом его вот так вот поднять, возвысить. И как четверка могу очень сильно много всего реально критиковать, реально быть недовольной в чем-то, и такое очень часто, в каком-то, допустим, заведении вместе, куда-то пойдем там с подругами, у меня всегда будет очень много критики, вопросов, почему тут, почему так, почему солнце светит, а не так светит, тут так жарко, тут так холодно, то есть всегда есть что-то, чем я, как бы сказать, не сто процентов, ну как бы рада тому, но трансформирую людей сто процентов, то есть могу я... Как это, зато, зато, трансформирую людей? Да, реально трансформирую людей, то есть могу человеку действительно вот что-то сказать вот такое, и реально вот потом у человека вот реально это сбывается, допустим, да, либо мои слова как-то как бы пророчат человеку что-то там такого, в хорошем смысле я имею в виду, вот, то есть могу что-то сказать, и оно действительно сбывается, и действительно вот в этот год, ну в прошлый год, точнее, потому что в прошлый год у меня был цикл жизни один, реально вот пошла такая вот, знаешь, вот моя миссия, вот как будто я не знаю, у меня как включилась лампочка какая-то, мне хотелось просто передавать эти знания, мне хотелось консультировать людей, мне хотелось заниматься этой всем, это наука, это как бы познаниями себя, да, то есть узнавать себя глубже, вот реально вот это вот все начало включаться, включаться, и я действительно, ну удивилась, как насколько действительно уже четверка начала работать, не сто процентов, конечно, да, пока еще, но периодом я это чувствую, что действительно вот как четверка, я чувствую, что вот есть схожий вот с миссией, да, что уже потихонечку я где-то там что-то прочувствовала ее. Ну, ты знаешь, Оль, надо сказать вот для всех, кто нас будет потом слушать, что вот эти числа, которые включаются, вот в том числе миссия, да, то здесь надо очень внимательно отследить, что, ну когда мастер тебе рассказывает, что конкретно входит в эту миссию, какие аспекты, что ты приобретаешь, надо очень внимательно отслеживать вот эти вот все нюансы, потому что вот ты сейчас мне говоришь, а у меня сразу прилетает мысль в голову, вот, что седьмая миссия, например, моя, она же, она не включалась в смысле духовности, я вот что имела в виду. Видишь, у меня тоже седьмая работает в том плане, что так, это кризис какой-нибудь там это, раз впихнуть или какой-то хаос, да, вот, это вот тоже люди понимают, люди понимают, хаос, что это, ты знаешь, там все, перелетят, птицы там все разорванные, все, капец, все умерли, ну, хаос, это понимается даже в мелком таком вот, ну, событии, да, прям совсем в крошечном, то есть я вот сейчас включила хаос, и я подумала о духовности, но миссия семь, это же не только духовность, там куча еще всего, то есть, конечно, хаос, кризис, это у меня, конечно, здравствуйте, пожалуйста, хаос я могу на любом месте создать, любым своим действием, там, конечно, ржать все будут потом, ну, и, кстати, вот этот вот хаос, который я люблю создавать в жизни, ну, я не люблю его создавать, он сам создается, вот, он очень помогает в компаниях, потому что всегда как бы людям весело, то есть мы потом очень долго вспоминаем наш отдых, ну, потому что это не злой такой, хаос включается, достаточно добрый, а вот по поводу твоей четверки, я тебя очень понимаю, потому что четверочную сферу, которая есть, ну, у каждого есть своя сфера, у меня четыре, я ее очень чувствую, и также могу вот чувствовать, что будет, давать людям словесные, да, советы, и более того, уже некоторые говорят, только прекрати что-нибудь вещать, потому что оно реально сбывается, ты можешь помолчать, но сейчас-то я уже стараюсь действительно не лезть, куда не надо лезть. Это же и семерка, но как бы у нас наоборот, у тебя сфера получается четыре, а у меня сфера семь. Да, ну, один зверь, голова хвост, хвост голову. Поэтому я это тоже прочувствую, что есть такое, что могу создать, знаешь, вот такое вот сфера, такое разрушение получается, такой хаос, такой кризис, и ты чувствуешь себя вот просто, я не знаю, вот готова волосы на себя драть, потому что вот ты семерка, знаешь, действительно, а я же еще и двойка по числу сознания, и я начала забыться как бы очень сильно, наблюдаю, что реально люди с числом сознания семь, да, ну, седьмого, шестнадцатого, двадцать пятого, вообще семерки, больше касаемо вот по числу сознания, разрушают меня тотально, вот реально. Они реально как, не знаю, вот реально, как нам и было сказано, что семерка разрушает двойку и единицу, да, то есть здесь у нас сиди, так оно и есть, на самом деле. Я не знаю, как единицы, потому что в нашей компании есть единица, но семерка ее не разрушает, но почему-то всегда, когда я в этой компании, я чувствую себя какой-то вот реально не убитой, знаешь, и у меня просто нет потом, когда заканчиваются наши там посиделки, я ухожу и чувствую себя просто вот реально, как будто из меня вот всю мою энергию взяли, мною пропитались от и до, вот знаешь, такое вот состояние непонятное, и я поняла, я много людей семерок встречала в своей жизни, и шестнадцатое число, хоть там реально есть шестерка, да, но все равно эффект тот же, вот реально семерка, это одно число, которое пока, знаешь, надо понимать, конечно, вот как мы уже научились понимать данность, да, вот, так что договорись. Ну, то есть ты как мастер должна понимать теперь, почему у тебя в кругу все-таки есть эти семерки в разных вариациях, да, и тем не менее вот ты меня пригласила, так или иначе седьмая миссия, да, то есть как ни крути, 30 процентов прибежало к тебе на эфир, да, вот почему, и вроде бы как, что тебе надо, вот тут же главное, что надо тогда проработать, вот что здесь важно, и когда ты это проработаешь, тогда либо эти семерки плохие уйдут, будут приходить хорошие, ну, которые тебе будут близко, либо ты что-то уже будешь вот по-другому воспринимать, и тебе будет пофиг. Да, я как раз хотела и договорить, что вот про эти семерки, которые у меня две были, в моем кругу седьмое, шестнадцатое число, действительно, вот пару месяцев назад, как я приехала после обучения, да, то есть я до обучения смотрела, тоже изучала науку, понимала, что семерки разрушают, но после обучения уже как мастер приехала и поняла, и, знаешь, потихоньку вот как-то само по себе, они реально, мы уже не общаемся, и реально эти люди просто из моей жизни ушли. Да, они уходят, Коля, и мне интересно. Да, и мне интересно стало, и реально вот когда, знаешь, я приехала, вот прям вся такая, после цыгуна, с полной энергией, знаешь, вот зарядилась, просто вот даже и звонка не было от этих людей, да, что там, давай куда-то сходим, но раньше это было прям каждый день, то есть голосовые сообщения, письма, там, сообщения, ну, что угодно в вариациях, но сейчас реально уже просто они сами ушли, их нет. Ну, то есть ты понимаешь, что люди общались, это же энергии общаются, мы общаем, мы просто внешняя оболочка, то есть они себя, ты же разрушалась, ты каждый раз обижалась, злилась, что там у тебя внутри происходило, какие истории, и они у тебя подсознательно забирали энергию, понимаешь, когда ты себя уже настроила на лад, что ты не будешь этого делать, им, энергиям стало неинтересно, что из себя взять, ты что-то спокойная какая-то, что-то не бесишься, ну, пойду другую искать, двойку или там кого-то. Единицу, да. Да, или единицу, да, то есть тут вот так это работает всегда, разрушает там, где тебя можно разрушить, чтобы у тебя забрать энергию, потому что человеку каждому хочется побольше энергии себе. Но подсознательно это же не специально делается, мы даже сами не отлавливаем, да, эти моменты. Потому что это очень интересно, все работает, конечно, и с точки зрения общения с людьми, ну, ты знаешь, вот ты тему заявила, какие числа сознания, да, разрушают нас. Ну, я вот так посидела, подумала, включила анализ, у меня тоже трешка есть матрицы, и, как ты понимаешь, двойка есть уже, я сказала, 12-го я родилась. Я подумала все-таки, что, ты знаешь, вот так вот прям выделить какие-то прям четко вот числа из ЧС я не могла бы, потому что все равно матрица – это номинал цифр, да, там у нас много и имя, и то, и все, и эти сферы, и еще куча цифр. Все-таки бывают люди, которые с теми же энергиями, но они тебе приятны. А бывают люди, когда они, ну, совершенно тебе неприятны, хотя казалось бы, что ты можешь с ними дружить. Ну, и опять же, возвращаясь к взаимоотношениям, трешке нужна девятка, да, мы все знаем. Ну, друзья, значит, здесь понятно, что не все могут знать, кто будет слушать в дальнейшем нас. То есть энергия 3 – это 3, 12, 21, 30 рожденные, да, энергия 9 – это кто родился 9-го, 18-го и 27-го, да, правильно, правильно, и вот эта девятка, она вроде бы мне нужна, ну, она мне гармонизирует, да, гармонизирует. Но я тебе скажу, что у меня нет вообще в кругу девяток. У меня одна девятка появилась в кругу недавно, но я еще ее не изучила. А вот когда я встречаюсь просто с девяткой, ну, вот просто, вот на мастер-классы сейчас хожу, они такие эмоционально вообще агрессивные, я вот думаю, если бы я, это был бы мой муж, например, или бы это был бы мой друг, мне кажется, что я бы через какое-то время сказала good bye, my love, потому что очень много вот этих эмоций, очень зашкалых. Хотя у меня муж шестерка, но столько эмоций нет, там другие эмоции. Вот это все так интересно, и тут надо разбираться, да, вот когда мы разговариваем о людях, очень сложно, да, вот пары, вот пары, а тебе вот это подходит. Нет, ты с этим как бы не женись, если только по числам брать, а вот за этим вот, за этого выходи замуж или не выходи. Очень сложно, это же правильно согласись сказать. Тут надо очень много аспектов разобрать. Ну, так. Да, совместимость. Да, то есть то, что мы же должны все прийти к тому, чтобы друг друга понимать, видеть лучшее, не видеть плохое, себя настроить на другой лад, вот. А мы хотим другого настроить, а себя не настроить. Да, да, но я заметила, да, девятки у меня тоже есть, 27-го числа, вот, рожденные, да, то есть двойка есть, понимание, как бы, знаешь, вот не такие вот прям, да, вот как 18-е число, я встречала одну девушку, она была вот прям реально полна вот этих эмоций, это же единица там тоже присутствует, но 27-е число девочка была очень приятная, потому что двойка, она как бы уходила в это понимание, да, вот. Вот, и действительно много эмоций, но они такие вот, знаешь, вот прям борцы, они прям готовы работать, у них столько энергии, она прям всегда была в работе, в деле, и ее никогда вот не остановишь, она всегда даже, вот, звонишь на выходных, да, она всегда в деле, она всегда в работе. Я помню, когда мы писали этот же конспект, мы говорили, что девятки очень хорошо работают с двойками, у них есть очень классное понимание, у нас в партнерстве быть, поэтому, может быть, из-за этого, что действительно вот, то, что я двойка, это спасает девятку, что мы понимаем, можно сказать, на одном фундаменте. Ну да, Миндис, да, 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 да. Ну а так, на данном фундаменте. Да. Я тебя, ага, слушаю, ага, продолжай. Я просто вспомнила сейчас, что у меня еще девочка одна мастер, сейчас появилась девятка, но она эмоциональная внутри, видите, тут тоже надо эмоции наружу, есть люди, ну, а есть больше внутренние вот это кручение, ну там тоже уже, наверное, поматривать, надо смотреть, почему у некоторых наружу. Вот когда вовнутрь, они как-то немножко потише, мне кажется, а когда они во внешне вот это все эмоции выдают, они очень шумные, товарищи, хотя я сама, ну, тоже такая не тихая десятка, собственно говоря. Надо сказать. А у тебя сколько девятых, смотрите, одна? У меня одна, у меня зато четыре единицы. Ничего себе, у меня три. Ну, это классно. Да, это классно, все равно как бы мы такие вот сильные личности, и мы сильные такие вот, да, то есть можем принять решение быстро, то есть в бизнесе, да, либо в работе, либо вот ответственность, то есть это очень классно, я считаю. То есть если в правильном, то есть русле правильно использовать, правильно направить эту единицу, то она будет реально очень классно работать. То есть я думаю, что такие сильные личности, сильные люди. Я не могу с тобой не согласиться, естественно, я соглашусь. Нет, просто единицы, когда их много, да, это же мужская энергия, то есть у тебя три мужских энергии, да, у меня аж четыре, вот, ну, плюс еще я-я-я, да, вот это я-я, как у себя, потому что, ну, я замечаю, что я-я-я-я. Конечно, я тоже замечаю над собой, что у меня еще и две девятки, поэтому у меня реально много эмоций, а когда много эмоций, у меня же единица, я когда что-то слышу, и оно прям, ну, мне не подходит, да, вот, я сразу начинаю в эмоции бросаться, но я такой человек, который все равно эмоции, как и двойка почиста сознания, могу контролировать, да, хоть двойки у меня, кстати, нет матрицы, но я могу вот это вот себя сдерживать потихоньку, что-то там себе, знаешь, я очень часто вот эти эмоции, как ты говорила, девятки, они, я вот тоже в себе перевожу, как бы, кручу, кручу, верчу, кручу, вот, ну, как-то сама справляюсь с этим, ну, как бы на такую, чтобы агрессивность проявлять на кого я не знаю, у меня такого нет, ну, я чисто такой спокойный человек и легкий, ну, потому что двойка, все равно двойка, да, я очень такой легкий, я вообще не люблю, как двойка, ни скандал, ни конфликт, ни обсуждение, знаешь, что такое, реально, вот, реально двойка, женская такая, луна, но это стопроцентно, что луна, она такая луновикая, да, она бывает, в какую сторону она пойдет, такое настроение у нее будет, в принципе, так у меня есть, что вот, особенно этот год у меня год-два, поэтому у меня и год луна, да, и я луна вообще по планете покровительства, ну, есть такое, ну, что просыпаешься, вроде бы все окей, а на самом деле вот такой, знаешь, чувствуешь себя выжатым человеком, что ли, или как-то уже проработалась, наработалась, заработалась, и хочется взять такой какой-то тайм-аут и немножко выдохнуть. Ну, у меня тоже год-два наступил, и как только он наступил, есть вот этот элемент, то, что сейчас описываешь, то есть как будто бы что-то, какое-то, ну, какие-то сомнения, неудовольства что-то, хотя заканчивал год совершенно в других эмоциях. Да, да, значит, я у меня такое не одно, видишь, хорошо, вот не зря вот как бы душа меня повела к тебе, чтобы пригласить тебя на это такое прямой эфир, потому что реально вот год-два он интересный, по сути, да, что как бы лучше быть в отношениях, не раздавать отношения людям, да, то есть реально не ругаться, не ссориться, а просто налаживать их. Ну, это же надо уметь контролировать эти эмоции, понимаешь, это же надо уметь, потому что иногда мы же можем просто взорваться, потому что мы их там внутри переворачиваемся. Просто знаешь, в чём ещё прикол этого года, что он тебе всё равно будет подпихивать эти ситуации, чтобы тебя разрушить. То есть будут создаваться такие ситуации, чтобы ты хотела поругаться, хотела кого-нибудь в сад отправить надолго, чтобы он оттуда не приходил, желательно. Вот, то есть будут какие-то конфликты или какие-то люди, которые будут тебе реально выводить на определённые эмоции. И именно в этот год, чтобы тебя сбить с пути. Почему? Потому что в этом году если мы держим вот этот сабр и понимание и стараемся, в общем-то, наладить отношения, либо создать новые, да, то в третьем году к нам это всё придёт инвестициями, ну, то есть придёт финансовым или возможностями, ну, возможностями придёт, а возможности – это деньги в любом случае. Если мы в этом году дадим слабинку или не знает человек, что ему так надо жить и будет жить по своим энергиям, да, вот, например, ты понимаешь, я трёшка, у меня в матрице трёшка четыре единицы, ты как мастер должна понимать, что если меня взбесить, то, соответственно, ну, как бы, ну, можно много вариантов. Я поняла. Вот, но я уже давно с этим работаю, ну, немного умею работать с этим, с эмоциями, да, но действительно не придут ко мне, я же хочу, чтобы ко мне в третьем году пришли эти возможности, значит, я буду уже выбирать целесообразные десяти. Да, это же год успеха, по сути, то есть Юпитер, да, то есть будет успех и счастье тебе, и всё. Ну, там смотри, то есть этот же год очень классно, что у нас вот такой вот общий год шесть, Венеры, и нам помогает вот эта шестёрка, а представь, в следующем году будет год семь, то есть для всех будет трансформация, да, у всех, все почувствуют. Некоторые в кризис упадут, да, в хаос, я не знаю, в депрессию, то есть если кто-то ещё, как я, двойка, да, и общий год семь, то это будет реально, надеюсь, наш мой личный год три, да, чтобы без никаких там разрушений было. Поэтому действительно вот реально вот этот год очень классно тем, что вот эта Венера, она помогает, потому что дальше реально семёрочка, она будет реально вот всех кладить в такую трансформацию. А если вот это семь-семь, да, и личный год, и общий год семь, то есть это вообще полная трансформация. Да, да. Но шестёрка, она ещё что даёт? Она же нам ещё лень даёт. Да, лень. Мы хотим полениться, мы хотим полежать. Я, например, вот не могу утром вставать, мне тяжело на ходьбу. Я, конечно, хожу, но, конечно, надо учитывать, что у нас очень плохая погода в Москве, что лёд и всё прочее. Если бы я жила бы в тёплой стране, наверняка бы я бы с радостью ходила, потому что на меня очень сильно, вот опять же, четыре единицы. Насколько я завишу от солнца? Это же вообще... Ты не первая, кто мне это сказала. Со мной тоже девочка жила, когда мы жили в коттедже, у неё тоже четыре единицы матрицы. Она вообще рождена 11-11, да, ну, 11 ноября. Она мне сказала, блин, ты знаешь, она живёт, по-моему, в Новосибирске, но там тоже как бы прохладно, да, и снег. Она говорит, я люблю солнце. Вот когда была вот эта погода, да, в Киргизии, всё солнечная, тёплая, она кайфовала. А я просто сидела в домике, я просто замёрзла. Я говорю, ты что, это такой холод. То есть реально она мне тоже сказала, что вот для неё реально солнце, это очень важно. И ты вот тоже с единой единицами мне говоришь практически то же самое. Да, я тебе могу это подтвердить 100%. Если я вижу в окне солнце с утра, у меня совершенно другое настроение, даже если там за окном лежит снег. А уж если мы сейчас будем вспоминать Киргизию, то когда я приехала, и там всегда было, редко, да, было у нас там пасмурно, в основном было синее небо. И как только я видела это утром синее небо, и вот это солнце, и вот эту воду, ну всё. Ну я как двойка, у меня двойка есть в матрице, да, и она у меня в числе сознания есть. Я очень люблю воду, это моя стихия. И сомнения у меня тоже есть. Ну один-два, да, то есть сначала я делаю, потом сомневаюсь. Вот действительно так оно работает. Ты случайно не знала, или какой-то такой водный знак? Я водный. Я скорпион. До кучи. До полного комплекта. Да. Образом. Я говорю, что я чувствую в тебе что-то такое, вот водный какой-то знак, рыба-скорпион, вот реально, потому что ты мне сказала, любишь воду, а я сразу на себе это примерила, потому что я рыба. Да. Вода меня очень, то есть меня вода очень оздоравливает, я очень люблю воду. Да, я тоже. Да. Я тоже, когда вот такая вот холодина, я не могу, это мне нужно, вот чтобы было солнышко, чтобы было классно, чтобы можно было гулять. Дождь, я тоже не могу. Вот знаешь, вот не могу, вот надо солнце, потому что вот это вот наша три единицы, четыре единицы матриц, они, конечно, себе дают стансть 100%. Ну, как Жанат говорит, у нас нет ничего невозможного, надо выходить из зоны комфорта, все равно мы находимся все в своей зоне комфорта. А знаешь, когда ты выйдешь из этой зоны, может быть, например, когда ты пойдешь в дождь гулять, ходить в своей кундалини, а кто знает, может быть, тебе клиент придет, знаешь, с мешком денег, никто не знает, а всего лишь человек вышел из зоны комфорта. Да. Потому что это тоже рабочий такой момент, на самом деле. Мы не знаем, что такое этот выход, с чем он естся, потому что мы всегда думаем, что зона комфорта это глобально что-то, это глобально. Я поехал там на круглый проект, да, я там-то поучаствовал, я боялся участвовать, но я вышел на сцену. Это очень здорово, это очень классно. Но есть же еще вот эти мелкие зоны комфорта, начиная там, что поесть, да, что одеть, я не знаю. Я ношу только этот стиль и другой даже пробовать не буду. Это тоже зона комфортности, даже можно попробовать, да, но это так, примеры говорят. и так же с дождем. Я дождь тоже ненавижу, хожу с мужем, он меня вытаскивает ходить и в дождь с зонтом, вот, я, конечно, иду бубню, ну, как бы иду. Ну, интересно, все это интересно работает, но, да, солнце, солнце и единицы, это действительно друзья. Да, потому что оно нам очень важно. Даже вот, когда, да, говоришь, что если пить какие-то таблетки, это только в водяном таком, да, вот, в жидком виде, в жидком растворимом виде, потому что это больше всего, как бы, работает и помогает нам. И таблетки мало, мало, Да, да, а вот, кстати, ты мне сейчас сказала, и мне сразу, семерка, да, семерка же, она же тоже их не лечит этими, традиционными методами лечения, да, у них же. И я вот сейчас подумала, я ведь вообще ненавижу пить лекарства, я вообще не лечусь практически никогда, если есть возможность не пить вообще никакие лекарства, я не буду пить ни за что, это же тоже седьмая миссия работает. То есть, скорее я пойду что-то другое поделаю, там, я не знаю, помедитирую, или какую-нибудь действительно гомеопатию, или лучше вообще, потому что у меня же есть линия 1, 2, 3, сам себя восстанавливать можешь. Да, да, да. Вот, и получается, что я, да, я вот как семерка, вот, кстати, вот, да, миссия 7 у меня так работает, я ненавижу пить лекарства. Пока совсем прям вот труба не случится, вот совсем, тогда можешь быть выпить. Ну, это, кстати, да, по семерке тоже, потому что семерка же у вас же самое большое количество, даже вот ангелов-хранителей. Я считаю, даже если вот по числу сознания, то если в миссии, то я думаю, что это тоже как-то проявляется, что реально вот если есть... Ну, 30% ангелов есть. Но когда вот ты заметила, что в матрице есть семерка, да, то это очень классно. У меня есть, у меня тоже есть. Представляешь, да? У меня тоже есть, ну, одна семерка, но она есть, и это классно, что реально вот работает быстрая реализация идей, и реально вот быстро реализация твои мечты, твоих желаний, просто вот реально вот хоть какую-то там карту желаний пиши, но если ты хоть подумаешь, это как бы про себя, оно реально сбывается. Ну, почему говоришь, что у некоторых эти мечты сбываются, некоторые могут что-то, а некоторые вообще не могут, да, то есть им очень сложно, потому что если нет семерки матрицы, то реально сложно добиться этого, как бы таких прям успехов-успехов. Ну, потому что единицы у нас есть у всех, да, потому что 1900 мы рожденные, а эта линия, если есть семь, то у тебя только нужна цель, а цель мы можем включить, да, то есть если человек понимает, что он хочет, он может, даже если у тебя нет этой четверки, то его можешь в моменте включать, то есть есть цель, все, и линия включилась, ты моментально можешь поэтому эту цель реализовать. Это действительно работает, да, это очень работает. Да. Главное захотеть. Вот у меня вот эта линия 1,4,7 и 7,8,9, это наши деньги, сексуальности, то есть у меня есть 1,7 и 9, но нету 4,7, то есть в принципе нарабатываю четверку, да, при цели, и прям... У тебя нет 4,8, 4,8. Да, 4,8, да, и восьмерку, то есть да, тоже, и пятерку, шестерку, и двойку, вот, у меня нету, то есть линия 4,5, 6 у меня пустая, и двоечки нет, так как я... Ну, восьмерки у меня тоже нету, но это расстраиваться не стоит, это надо больше работать. Ну, в принципе, мы это что и делаем, потому что, когда мы людей, знаешь, консультируем, помогаем, передаем таме знания, мы уже как бы нарабатываем вот эту вот себе восьмерку при работе. Ну, это классно. Самое главное, что у нас есть, вот реально есть семерка, потому что я замечаю, многих, кого ее нету, они страдают от того, что даже надо, ну, как бы ее наработать, надо семерку наработать сложно вообще по сути, потому что надо ходить. Но я еще и хожу, представляешь? Да, а некоторые вообще не ходят, они ленятся, поэтому и вообще там... Ну, ты знаешь, я хожу в большей степени для того, чтобы вот этот вот хаос выключить, потому что хаос, он имеется. Эта семерка, она может чего-то тебе постоянно подкинуть, вот какой-то хаос в жизни. И я просто раньше не знала, что это хаос, вот я тоже на мастер-классах рассказываю, я думала всегда, что я так прикольно живу, и всем со мной так весело. Вот, а оказывается, это называется хаос или кризис, да? Да. Вот, или вот эти действия, да, самонадеянные в миссии, да, семерка, то есть сама решила, пошла, сделала, я же очень, как, четыре единицы же тоже на это влияет, я сама могу пойти решить и сделать. Понятно, что это не то, что в семье, да, когда ты живешь в семье, если ты постоянно будешь делать то, что ты хочешь, ну, сложно будет прожить с человеком очень долгое количество лет, да, потому что, ну, все же разные. Конечно, в семье я такое практикую, но это согласованное, это кризис, да, я его все-таки обговариваю, ну, с людьми, с кем живу. Как уж я его обговариваю, это другой вопрос, там может быть более жестко, более мягко, как уж у меня получится, да, вот, но я его обговариваю, а вот так вот в обычной жизни, да, я могу просто пойти и сделать, и как бы мне, ну, сейчас я уже с этим работаю, и мне могло быть все равно, что там ты подумаешь. Я сейчас хочу так сделать, я иду и делаю. Ну, вот это все по числам объясняется, да, вот ты, наверное, тоже себе много про семерку я очень много чего заметила, потому что реально вот даже, как я и говорила, что моя близкая подруга, она семерка, ну, даже представь, у нее этот год идет год шесть, шесть-шесть, да, и общий год шесть, то есть у нее все складывается, а следующий год, как я и говорила, будет у нее семь-семь, и она семерка, вот насколько у нее будет реально просто трансформация полная. Ну, это, конечно, ее зона ответственности, как она будет ее переживать, как она будет с ней работать, может быть, к тебе обратиться за помощью, что ей надо делать в этот период. Правильно говорят, что когда мы сейчас много чем владеем, да, больше все-таки надо на себя внимание, ну, нежели на кого-то там, да, они, если захотят, они сами, увидят в тебе что-то, и они к тебе обратятся, а вот так вот, ну, я вот тройка, тройки что-то, тройки же, они сплетники, так по сути-то, потому что много кто приходит, рассказывает тройкам разные истории, хотим мы этого, не хотим, да, и как бы мы владеем, еще мало того, что мы и так что-то там знаем, много чего, да, так еще и нам вот эти истории все несут, и, конечно, многие тройки очень любят посплетничать, да, ну, сплетни разные бывают, бывают злые, но неважно, короче, я всегда тоже любила, знаешь, языком там почесать, о ком-нибудь, а вот он там, а вот она, и пошло-поехало, вот с девчонками, но сейчас я уже понимаю, что когда ты начинаешь этой фигней заниматься, во-первых, действительно ты сливаешь энергию, да, ну, действительно так происходит, плюс никакой пользы ты себе не приносишь, человеку ты отдаешь свою энергию, ну, про кого-то разговариваешь, да, ты сразу ему отдаешь энергию свою, 50%, а то, может, и больше, и что получается, получается, никакой выгоды до тройки нету, в этом вопросе, проще, да, проще не сплетничать, вот этим вот не заниматься, сложно, потому что хочется, знаешь, это вот эту, какашку кинуть в кого-нибудь, вот, но, да, хаос, опять же, да, вот семерка, там, может вот этот кризис, вот это все включить, то есть все тут настолько взаимосвязано, и еще же четверка, вот эта, да, серия, она что дает? Неудовольство, да, там, кто-то не так сделал, так не по-моему, и вот это неудовольство какое-то включается, и сразу ты видишь, чем дело закончится, ну, там, какой-то истории, и все это хочется уже человеку вот так вот вылить на него, вот этим ушатым вот этим вот, и сказать потом, я тебе сказала, как делать надо, какого хрена не сделал, не сделал, вот и живи теперь в этом вот, вот во всем. Вот, ну, в общем, да, ну, вот так это все работает, и потом ты начинаешь себя отлавать, и поэтому, когда мы с тобой вот, тему ты заявила, да, взаимоотношения, ведь люди, которые со мной общаются, они же тоже могут быть в разрушении при таком моем, да, общении, 100%, да, да, то есть они могут, кто-то очень меня любит, но есть, наверное, люди, которые, возможно, не хотят близко общаться, близко, потому что я, потому что они слабее, возможно, меня, и вот это вот говно метание, каждый раз, им это нафиг не нужно, и они отходят, они не могут дать отпоры, да, а когда две-три, две трешки, еще семерка, да, она же тоже такая, на язык-то не очень добрая, да, семерка, плюс эти четыре единицы, конечно, не всем комфортно, наверное, было раньше со мной, хотя друзей очень много, реально много, много друзей, это у тебя пятерка есть матрица? Пятерки у меня вообще нет, но я очень коммуникабельный человек, с кем хочу? С кем комфортно, да. Ну, тут же я хочу опять, да, тебе говорю, что, но сейчас я уже стараюсь общаться, и не с кем хочу, потому что поле расширяется людей, много в поле людей приходят, которые, возможно, меня не устраивают, по-моему, мироощущению, да, опять же, вот это вот троечный, дурак умный, вот рабочий, работает дурак умный, успешно, неуспешно, тоже сюда же, выгодно-невыгодно, вот это все история, и это все включается, и стараешься с этим работать, потому что тройки идут, инвестиции и возможности, вот как раз этих людей, которые мы отпихиваем, да, да, поэтому в теме, вот можно, знаешь, озвучить, кто с тобой хочет, общаться, потому что, ну, сейчас я более открыта к общению, вообще, если мы сейчас немножко вернемся к теме разговора, вот с единицами мне вообще всегда комфорт, я не знаю, кто с ними там не любит общаться, но мы с тобой в разных аудиториях учились, да, у нас было больше людей, и, соответственно, единиц там было достаточно, вот, и когда все разговаривали, их там сажали, да, конечно, ты единиц, ты сейчас свое мнение высказываешь, а когда этот человек встает и что-то высказывает, меня даже нигде не ёкает, вообще, ну, то есть, ну, он хочет высказаться, ну, нормально, нормальное явление, меня не триггерит это, что он там высказывает, у меня такой же был шайгром, я когда единица могла высказывать свое мнение, но мне как-то спокойно, я же двойка, я же вообще не... А у тебя вот две единицы есть в этом, в числе сознания. Да, и девятка там была на эмоциях, шестерка, знаешь, эмоциональная была, ну, боже, ну, я как-то так, ладенький, ну, было бы весело, да, ну, как бы, мы же для этого приехали, чтобы свое эго опустить, да, чтобы понять, для чего мы вообще тут, поэтому я не, знаешь, те, которые были, ну, то что, давайте, у нас мало времени, нет, да, да, вот это вот, достаточно времени, да, все успеем, кому надо, да, 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 давайте быстрее, нас мало времени, будем писать, писать, потом поговорим, это, боже, оно нормально, то есть, каждый успеет взять свое, и потом все равно, как бы, мы будем общаться в чате, мы, если что-то, не дописал, кто-то мы, да, и в домике общаемся, и ходим на всякие вечерние посиделки, то есть, каждый что-то возьмет свое, действительно. да, и вот у меня есть подружка, единица, очень близ, надо сказать, что я очень подолгу дружу с людьми, с моими настоящими, такими друзьями крепкими, ну, не знаю, 25 лет, вот такой, вот такой, вот такой, 20 с лишним лет, у меня есть подружка, единица, 10-го числа рожден, но я еще не разгадала ее ноль, потому что для меня она идеальна, идеальна, понимаешь, я не могу в ней, я подходила к нашим мастерам, спрашивала, они мне все сказали, вы ее любите, она вас любит, и вы не видите этого, ну, не видишь ты этих минусов, которые заложены вот в этом нуле, я не вижу, где она обнуляется, надо еще учиться, короче, и у нее, мы с ней тут проанализировали, значит, у нее тоже круг друзей, у нас 5 подружек, 5 подружек, с таким же стажем дружбы, представляешь, у нее все подружки, трешки, и одна двойка, то есть, ты представляешь, никто же это не отчекрыживает, да, это же никто, мы не рождение посмотрели, и вот так вот оказалось, и она говорит, мне никто больше не нужен, мне с этими людьми настолько комфортно, понятно, что она общается с большим количеством людей по работе везде, но в свой круг не хочет, потому что ей приятно, почему, потому что единица слышит только трешку, а с двойкой ей тоже нормально, потому что двойка ее всегда понимает, да, и двойке нужна единица, да, ты представляешь, как это работает, вот если вот так вот взять от всех вот людей, спросить, а ты с кем дружишь, ну, когда вот реально дружим, никогда вот какие-то там взаимоотношения по знакомству, вот оно вот так вот почему-то получается, да, а у меня тоже в окружении, либо у человека двойка, либо у человека единица, либо миссия 2, да, то есть, либо четверка, либо миссия 4, то есть, вот эти вот цифры в основном у человека переигрываются, то есть, один, два, три, четыре, да, у меня есть еще восьмерка одна, восьмерка, ну, мне тоже восьмерка, это комфортно, потому что у нее миссия 2, а ты помнишь, когда мы же все расселились, кто, ну, мы же, я жила с девочками, да, вот он, я, наверное, помнит все компанию нашу, вот, они все поселились, один, два, три, четыре, да, 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 у нас так же было, я когда селилась, девочки говорят, Оля, иди к нам, я говорю, хорошо, я даже не без понятия, кто куда, потому я просто, ну, как бы, единица была, мы две двойки, то есть, я одиннадцатая в числа, и эта девочка одиннадцатого, и троечка была с нами, то есть, один, два, три, и мы реально, вот, на первой парте сидели, все вместе, один, два, три. Вот, представляешь, вот как вот это вот, это, как бы, кажется, мистика, но это же не мистика, это так работает, это вся энергетика, потому что люди думают, что энергия, это какая-то, ну, чушь, многие думают, да, ну, там номера, есть такое, что люди встречаются, да, даже у меня на консультация, когда я людям говорю про энергетику, они мне говорят, кто это сказал, я говорю, в смысле, кто, да, это, ну, откуда ты это взяла, кто это может подтвердить, я говорю, ну, друзья, я не буду никому ничего внушать, я вам объяснила, хотите верьте, хотите нет, но ты можешь им предложить, этим людям почитать книжку, раджа-йоги, там все это, никто не хочет ничего читать, все сказали, кто сказал, это нигде не подтверждено, я говорю, ну, в смысле нигде, я же тебе показываю, тут, тут, и, как бы, это наука, это не какой-то там, кто-то выдумал вчера, и сегодня уже это, ну, люди не хотят, поэтому я никому ничего не внушаю, я говорю, окей, это ваше право, можете не верить, никто никому ничего не доказывает тут, ну, то есть. Ну, люди скептики, или знаешь, что еще у людей, у многих включается, они не хотят в себе видеть эти минусы, им проще сказать, что это либо дурак какой-то сказал, либо вообще неизвестно, откуда это взялось, чем взять, увидеть в себе минусы и начать с ними работать, проще сказать, что это все чушь собачья. Да, да, да. Вот у меня, ага, говорила, а, просто, так, ну, все, у меня мусе бежала, все, я тебя сужу, я же потоковая, у меня же, а так идет все. У меня тоже, у меня тоже, у меня тоже двойка, двойка, двоцатка, именно вот это вот ноль, реально вот прочувствуется, когда вот двоечка, она такая вот женственная, такая вот прям, ну, как бы, чувствуешь ты ее, да, и вот это вот реально проходит стопроцентное сомнение, нерешение, куда двигаться, влево, вправо, почему это сделать, то есть долго копошиться, реально долго собирается куда-то, если куда-то надо ехать, то это вообще может занять, я не знаю, неделю, для решения, и вообще она соберется, а потом подумает еще, зачем ехать, а потом опять, то есть решится уже ехать, да, и вот это обновление, она действительно может реально, вот я замечаю, да, то есть обнулять свои действия, то есть начнет что-то делать, вроде бы все идет классно-классно, идет в гору, потом что-то стукнуло, какие-то сомнения, и она сразу начинает, то есть закрывать там свою онлайн-страничку в Инстаграме, говорю, что у тебя такие бодисейлы классные, у тебя товар просто шел, нет, я хочу начать новое, то есть сама себя вот действительно закрывает и обновляет свои результаты, вот одно, что я заметила, что они могут вот все взять, разрушить, а потом, давай начнем все заново, я говорю, а зачем заново, уже что было, уже все работало, зачем опять заново начинать-то, вот это скорее всего ноль, который их разрушает сами в себе, Ну вот если про двойки, да, говорить, вот кто как разрушает, не могу сказать про всех двоек, не про всех, но какая-то часть людей с этим числом сознания все-таки раздражает меня, как три, тем, что они действительно очень много сомневаются, это не реально столько сомневаться, невозможно, по моему мнению, столько сомневаться, мне кажется, уже надо идти, уже что-то делать, и еще вот то, что они все время боятся что-то делать сами, то есть им все время нужен кто-то рядом, ну даже банально выйти там из домика и пойти ходить куда-то там, или там еще что-то, обязательно нужен кто-то, но в себе я тоже иногда, как всегда, что раздражает других, то соответственно, есть немножко в тебе, в какой-то или иной степени, я тоже скорее пойду с кем-то ходить, ну просто вот, вот пример, да, у меня же есть два, один-два, чем я буду одна, да, там шлюнды где-то, мне вот так комфортно, или, ну, копошиться я тоже могу долго, ну, это если куда-то я собираюсь, значит, я всегда опаздываю, это еще и семерка может давать, то есть у меня вот эти, есть качества какие-то, которые меня возможны и раздражают в другом человеке, да, да, а вот у семерки хотела еще спросить, как у семерки, да, то есть семерка решается вот всегда материального, то есть когда у семерки происходит какой-то кризис, хаос, правда у тебя такое тоже происходит, что семерка решается очень часто денег, то есть какие-то вот проблемы с деньгами, либо они исчезают, либо кто-то их забирает, потому что я замечала за своим окружением, много у семерок, когда общалась с ними, у них они не всегда рассказывали историю про потерю денег. Ну смотри, как я тебе уже сначала самому сказала, что я еще до конца не разобралась вот досконально с этой своей миссией, вот подетально, и что касаемо денег, то деньги, вот смотри, вообще я как родилась на свет, я не знала проблему с деньгами, но наверное вот этот год, наверное лет до 45, от слова совсем, никогда, ничего, то есть я жила, как сыр в масле, но и я эту миссию, поэтому вот эту вот, я ее чувствовала только на фоне вот этого хаоса, когда с друзьями, но со мной это веселуха, это не какая-то трагедия, да, то есть хаос, такое могу включить, намного историй, сейчас я начну рассказывать, мы с тобой будем до завтрашнего утра сидеть, это действительно смешно и весело, и меня за это, ну как бы любят люди, потому что со мной весело отдыхать, вот за счет того, что я вот это всякое выкидываю, вот, и сама ржу потом со всеми, да, то есть мне тоже весело, но вот эта вот денежная история, вот она случилась у меня в 45 лет, и я из-за этого стала интересоваться у меня, что я должна что-то делать, я должна что-то делать, и я стала вот этот анализ включила, и у меня пошло, что я должна заниматься вот этим, то есть мне духовное со мной пришло больше в жизни, чем я хочу заниматься, чем нежели что-то еще другое, ну, другое ко мне даже не пришло в голову, то есть я все, я и астрологию поковыряла, и классическую, и ведическую, и нумерологию, и регрессии, ну, я очень много, и эту нейрографику я владею, ну, и то есть как бы я владею, но, да, и я вот, и это, и потом я пришла вот в энергологию, и потом вот это вот все эти массажи, и вот все цепо-фактумы, то есть вот это меня, вот этот кризис меня вывел к моей вот этой миссии, а сейчас я из него просто, ну, выхожу, а куда я из него выйду, выдали я на тот уровень, которым я жила всю жизнь свою, потому что согласись, 45 лет жить и это, и в нос не дуть, это, ну, большого стоит, не каждому такое счастье дано в жизни, да, вот, значит, для чего-то мне дано было что-то, ну, я просто, я же замужем, достаточно долго лет, всю свою жизнь, я с мужем 30 лет уже вместе, представляешь, да, то есть много, да, вот, и соответственно, у нас с ним вместе вот эта энергетика идет, тут тоже надо разбираться, друзья, если кто-то будет задавать вопросы, потом приходить на консультации, что такое, потому что когда ты живешь в семье, у тебя полноценная семья, и как бы тут уже энергии переплетаются, и все равно, хочешь не хочешь, ты все равно зависишь каким-то образом от энергии мужа, там, да, поэтому, соответственно, когда у него случился кризис, он тут же случился и у меня, потому что я полностью, ну, как бы, растворима, ну, не совсем растворима, но у нас соединены эти энергии, и вот тут вот очень сложно мне еще пока, не сложно, а не просто, дойти, докопаться до истины, может быть, надо к жанату подойти, у нас сейчас было столько людей на обучение, вот этой возможности, вот так вот все, чтобы тебя разживали, прям так вот, чтобы не было, а хотелось бы, чтобы разживали, а может быть, и не надо, чтобы разживали, может быть, надо самой, до чего-то покопать, да, да, ну, те люди, кто семерки есть в моем окружении, чистые семерки, у них вообще задница полная в жизни всегда, но это надо сказать, что они в минусе полном и находятся, то есть это не просто у них у семерок плохо, они сами ведут такой образ жизни и так строят мысль и эмоцию, что по-другому, даже если ты был бы другим числом сознания, у тебя бы не работало, у тебя так же было бы все не очень, потому что мозг настроен на негатив, а мозг должен настроен быть на позитив, все-таки в большей степени. Да, но вот когда я общалась, тогда у меня были такие знакомые семерки, одну только семерку узнала, которая была все прям шикарно, прям реально у семерки же нет золотой середины, она либо хорошо, либо плохо, а у остальных реально было все плохо. Я вот почему спрашиваю с деньгами проблемы, потому что очень часто в семерке мне говорили, что есть проблемы с деньгами, кто-то что-то забрал, кто-то что-то потерял, то есть либо ставочки списали, какие-то деньги, просто так, либо что-то заказали по интернету, а доставка не пришла, а деньги-то взяли и не вернули. Ну, типа, в таком плане, ну, ты тоже, видишь, здесь тоже вот эти вот четыре единицы, они несут тоже огромную мощь в матрице. Это, ну, как бы говорят, что, ну, многие говорят, что, о-о-о, четыре единицы, то есть они сразу рассматривают, ну, как бы, ну, с худшей, да, стороны. Но они несут эту мощь, но, возможно, мне дали столько времени пожить, как, знаешь, это как это, царь на троне тебе несли, тебе давали-давали, ты брала-брала. Три тоже любят брать, семь любят брать, только моя четвёрочная сфера любит давать. Ну, я, в принципе, даю много людям, ну, своего вот этого внутреннего, вот этой энергии, это вот это я даю. Ну, а вот чисто материальное, вот я думаю, может, это четыре единицы, вот я сидела, и мне вот это всё несли, 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 а потом, может, сказал с Леной, ой, ну, может, хватит уже тут сидеть-то, может, уже пойдёшь что-нибудь сама, может, что поделаешь, может, что займёшься уже в середине жизни, ну, насиделся уже и хоррэ. Да-да-да. Может быть, да, может быть и так, что вот действительно. Ну, четвёрка, да, четвёрка очень много отдаёт по себе, зная по миссии четыре, что могу человеку помочь в любой ситуации, то есть реально вот четвёрки у меня много окружений, там, из родственников, очень добрые люди, мне кажется, самые такие вот прям, что единица, когда в плюсе щедрая, реально щедрая, может, прям мы сидим за всем столом, единица такая встанет, а я плачу, да, такая, я всё покрою, вот, либо четвёрка, которая самая-самая щедрая и готова просто всё отдавать, и потом, когда я спрашиваю четвёрки, я говорю, ну, тебе что-то осталось, я такая, нет, всё отдала, всё отдала, что было. Да, но в моём случае четвёрка работает таким образом, что она включает мистические ожидания, а как только у тебя включаются мистические ожидания, я говорю про себя, добра не жди, то есть не будет у тебя роста, ты можешь стоять на одном уровне, да, если ты делаешь всё правильно, ты выстраиваешь, ты стараешься выполнять, стараешься выполнять задачу от Творца, стараешься к людям поворачиваться, стараешься понимание включать, но если ты включила это мистическое ожидание, всё, и это работает на сто, на двести процентов. Если я что-то делаю, и только у меня будет мысль в голове, ага, сейчас я это сделала, классно идёт, сейчас я получу столько денег, сейчас вот этот человек ко мне пришёл, всё, всё, ничего не будет. Как только я забыла, я занимаюсь там, ну, у меня там интересы есть, я, значит, занимаюсь своими делами, я отключилась, например, от работы, да, я что-то делала, я отключила мозг, я забыла, оно потом приходит, вот это да, это стопроцентное попадание, то есть наука, она не врёт, и поэтому, если люди говорят, что, откуда вы взяли, это всё враньё, но просто люди, ну, они не понимают, а из-за этого не хотят это верить. Да, стопроцентно. А в мистику хочется верить очень сильно. Особенно, когда будет год четыре. Ну, когда был год четыре, да, но видишь, у меня, видишь, я, видимо, цикл закончила, у меня прошлый был один, сейчас у меня два, я надеюсь, опять, видишь, мистическое ожидание, я надеюсь, что у меня всё будет там отлично, видишь, а вот так нельзя говорить. Мозг работает быстрее человека, ум работает быстрее, чем всё остальное. Да, действительно, вот как правильно сказали, что мы пишем, говорим, прописываем, работает. Я причём всегда говорю, что действительно думайте и говорите, прописывайте позитивно и никогда не пишите ничего там, не говорите плохого, потому что в двадцатке очень часто проигрывается. А вдруг что-то случится, я говорю, ну, а зачем такое говорить? Зачем уже думать о чём-то, что может случиться? Да, но есть определённые числа сознания, вот, например, опять же, у нас там с тобой с временем, мы как-то ограничены во времени? Ограничены, но пока ничего не показывает. Так, вот, например, если мы возвращаемся, опять же, взаимоотношения чисел сознания, да, три, и у меня мама восемь, семнадцатого числа рождённая, да, кризис сознания. Когда я всем этим начала заниматься, я прям ловлю себя на том, что она постоянно видит негатив, то есть она, она у меня очень хорошая мама, мы с ней очень дружим всю жизнь, она меня всегда во всём поддерживает, кармически, видимо, она меня всегда поднимает, потому что я у неё всегда прям это, как мне говорит муж, она тебя никогда не будет критиковать, потому что ты всегда у неё прям свет в окне, вот, но она всё время, ой, это, бубу-бу, там политики, это, 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 а снег выпал, и в это пошёл, а этот ещё, я говорю, зачем ты мне это расскажешь? Я не хочу это слушать. Можно мне это не рассказывать? И вот у неё всё, я говорю, почему ты так говоришь, не будет такого? Нет, ну это же может быть? Я говорю, может, но не случайно. И вот это всё вот наносное, а она же, ну, человек добрый, но почему-то у неё в голове, не почему-то, а потому что работает так энергия. 7 разрушает этот один несчастный, хаос в голове, кризис сознания, плюс это грустная восьмёрка, а 17-ая это грустная восьмёрка. И вот у меня, я прям, знаешь, у меня прям это, прям это, злиться я начинаю внутри, что ж такое-то, я говорю, а есть что-нибудь приятное, новость на сегодняшний день, имеется в мире, что-нибудь приятное случилось, там вот это с этой Америкой, что-то начинает мне мозг выносить, в общем, что с Америкой, там вот такое творится. Вот, я просто визу очень давно хочу, в смысле, у меня закончилась виза, поскольку такие взаимоотношения в странах, между странами, ну, ты, наверное, в курсе, сложно с визами. И, в общем, короче, она мне всё, вот, начинает это мне. Но это, конечно, да, для меня это немножко сейчас сложно слушать, я устаю, то есть я устаю, я хочу на позитиве общаться, поржать там, она говорит, тебе всё поржать бы, я говорю, ну, а что, плакать, потому что семёрка происходит такое разрушение и конфликт сознания происходит, единица, один тема. Да, вот у них вот явно это есть. Потом, ну, что ещё, ну, вот шестёрки, да, вот у меня муж шестёрка, как бы 3-6 не очень, да, потому что я система, а он вне системы. Ну, тоже, да, есть моменты какого-то непонимания, в основном включается в процессе, когда ты там, ну, что-то, например, спорный вопрос поднимается, и ты несёшь своё видение, а человек не будет нести шестёрка всегда своё видение. Это такой немолчащий человек, он всё равно будет своё видение. Тут надо каким-то образом компромиссу приходить, да, тем более, что когда ты долго лет живёшь с кем-то, у него также миссия, а у него миссия 7, кстати, тоже. Ничего себе. Да, поэтому мы, в общем, наверное, ещё друг друга не убили. Потому что, да, понимаете друг друга, миссия 7. Да, вот, ну, то есть, понимаешь, тут получается, что ты с каждым человеком есть моменты, с каким ты можешь мириться, ну, с какими не можешь, а дальше будешь ли ты работать с тем, что ты не можешь мириться, или ты просто, если тебе тяжело, ты просто, ну, не будешь с этим человеком общаться. Потому вот в школе мы когда были, опять же, повторюсь, народу много, ну, со всеми ты же не можешь быть там в дружеских отношениях. Были люди, которые, ну, реально не нравились. Они могли не нравиться мне, как тройки, да, и как включена моя семёрка, четвёрка, я уже заранее знаю, что человек не алё. Ну, он мне ещё ничего не сделал. Я не хочу с ним общаться. Я могу с ним не хотеть общаться на уровне, когда ещё на рецепшене стою, когда все в комнате заселялись. То есть, так работает уже энергетика. и потом и оказывается, вот, говорят, тройка всё знает, но оно действительно оказывается, что он не Алёна. Ну, это я, то есть, но это действительно правда. Вот как тройке отделаться от того, что я знаю, когда оно потом бывает, всё, как она говорит. Так, в миссии 3 я тоже встречала, в миссии 3, у кого действительно, вот эта миссия 3 проигрывается, когда они вот самые умные, они действительно, вот прям как, знают жизнь наперёд. Да. Как вот человеку отделаться, вот совсем, когда ты знаешь, что так... Ну, это уже такие вот твои энергии, ты уже вот так заложена в этих энергиях, поэтому их уже просто, ну, как бы, никуда не поменять, никуда не деть. Да, сейчас как раз появилось время, осталось 10 минут там. Да, ну, вот. То есть, вот видишь как, вот так вот всё работает, и ты должен разбираться с этим, как вот, или если человек приходит к тебе такой же, как ты, один в один. Два часа. У тебя были такие моменты? Одна девочка была на разборе, два-четыре, но она была двойка, не одиннадцатого числа, она была двадцать девятого. Вот. И очень интересная такая, знаешь, но всё равно вот как я вот такая, вот более как одиннадцатого числа, такая вот какая-то ответственность есть, знаешь, то у неё больше такое, она как-то когда мне рассказывала про свою жизнь, потом после консультации говорила, что ну да, ты права, ну да, я такая могу на работу, там захочу встать, пойду, захочу не пойду, знаешь, вот такой вот прям ответственности, вот такой, что в стратегии у неё нету, и анализа у неё тройки в матрице нету. Это вообще свои действия никак не анализирует. Ну да, а я вот тебе говорю, когда люди полностью одинаковые, то есть все цифры одинаковые. Нет, такого не было, Ну вот, последнее время были только у меня шестёрки и восьмёрки. То есть шестёрка была у меня либо шесть-шесть, либо шесть, либо какая-то другая миссия, либо у меня было восемь, там какая-то миссия, либо восемь-восьм. Ну что-то такое вроде. То есть шестёрка вроде... Ну видишь, тебе пришли те люди, те консультации люди идут, которые тебе энергии надо дорабатывать. Да, то есть у меня действительно нету, нету ни шесть, нету ни восемь. То есть это было последнее время, вот реально, и очень часто было такое, когда вот реально 2-6, то есть двойки у меня нет матрицы, да, и шестёрки нет матрицы, 6-6, очень часто. Да. Ну, это вот как раз, когда нет вот этих вот цифр, и они к тебе приходят, ну это понятно, а вот когда к тебе приходит человек полностью, не на консультацию, а прям в жизнь приходит человек, полностью твоя энергетика, но полностью другой человек. Ну то есть вообще, то есть вот медаль, да, вот одна сторона, а это другая. Вот это вот задачка от Творца. У тебя такое было? Да, у меня такое есть. И это как чувствуется, оно как бы проявляется? Это чувствуется мой протест полный, потому что я не знаю, что пока я с этим буду делать. Ты, во-первых, не понимаешь, зачем, ну в смысле, ты понимаешь, зачем, но не понимаешь, что с этим делать. опять же надо разбираться и, может быть, с кем-то посоветоваться, более знающими мастерами. Для чего-то же это случилось, и, да, и что надо отсюда взять, и как с этим надо себя перенастроить, чтобы ты могла с этим работать. Потому что когда идет протест и нежелание, ты понимаешь, ничего хорошего не будет. Тем более у меня, у которой четыре единицы, да? То есть я должна это в голове у себя прокрутить, но я настолько не понимаю, от слова совсем, а я должна понять. Поэтому это еще работа глубинная. И именно в год-два. Пришло такое, да. Но будем разбираться. Да. Да, да. Год мне дан на раздумье. Это, наверное, самая важная задача, которую я должна буду решить в этом году. Ну ладно, Олечка, я была рада тебя видеть. Да, спасибо. По времени истекаем. Спасибо тебе огромное, что ты пришла ко мне на сегодняшний эфир. Я вот сохраню, скину тебе также личку и в наш YouTube-канал, да. Спасибо. Я просто большая умница, потому что хотела тебе сказать, да, что я за тобой сижу. В Instagram ты провожу очень часто мастер-классы. Интересно слушать, видеть, и растешь на глазах, и это круто. Так что успехов тебе, подписывания, и самого наилучшего в твой год-два. Да, и тебе. Да, всего самого лучшего, прекрасного, что есть на этом свете. Да, спасибо. Да, я понимаю. Давай, пока. Спасибо. Пока.